Шпионы мы собреносим в кармане в виде айфонок. Меня немножко пугает. Для вас мы рекомендуем вот такие-то продукты. Ты просто наводишь на свой обед камеру. Кофе, печенье по акции не желаете? Готовность людей делиться настолько подробно своим бытом с компанией. В некой степени рабство. Данные настолько подробно о нашей жизни могут передаваться кому-то. Бигдаты ожидают революционного исполнения. Хорошее применение. Научимся жить в новой реальности. Очень легко. С искусственным интеллектом тоже надо учиться. Надо уметь правильно с ним общаться. Всем привет. В этом выпуске iRobot от Apple, умные тележки Amazon, новые правила в домене india.in и использование искусственного интеллекта в выпускных работах. С вами подкаст «Цифровая реальность» и я его ведущая Стасия Савельева. Здесь мы обсуждаем самые актуальные события из мира цифры, которые произошли в России и мире за последнюю неделю. Сегодня у нас в гостях Алена Геращенко, преподаватель Высшей школы экономики, юрист в сфере информационной безопасности и защиты персональных данных. Всем привет. Андрей Ярных, эксперт в области информационной безопасности, член правления РАЦИД. Добрый день. И Артем Швидкий, эксперт в области центров обработки данных, начальник научного центра СПБ ГУД. Всем привет. Наша первая новость. Компания Apple рассматривает варианты для выхода на рынок бытовых приборов. Предположительно, эта область может стать одним из следующих крупных проектов компании. Специалисты Apple, в частности, проранируют создать мобильного робота, который будет следовать за пользователем вовдому. Ранее мы уже обсуждали широкое использование роботов в повседневной жизни и даже домашних голограмм-аватаров. Но как вы думаете, готово ли общество к такому тесному взаимодействию и окружению роботами? И есть ли тенденция к автоматизации всех рутинных задач, которые только возможны? Наверное, общество готово. Если оно будет называться как-нибудь там i1000, а знаете, i800, то мы это как бы тоже видели. С одной стороны, Apple же всю технику, которую делает, она у них интегрирована в свою экосистему со всеми другими устройствами. Поэтому если Apple сделает реально робота, который будет повсюду следовать за тобой, то в случае восстания машин это будет очень хороший робот, с которым будет очень тяжело справиться. Но с другой стороны, по опыту последних лет, Apple все-таки чаще всего не заканчивает такие большие проекты, которые начинают. Она их делает, наверное, по большей части маркетинговых целях, в целях привлечения инвесторов, вообще разработки планов развития. Сложно представляется. Вот реально такой продукт, выходящий за рамки компьютерных систем, то есть основной области, которой Apple занимается. Поэтому интересно, конечно, интересно даже будет прототипы увидеть, но пока что практического применения, мне кажется, будет не очень надо. Я бы тут согласилась с Артемом, что, наверное, интерес к таким роботам будет. Умные колонки прижились, умные пылесосы прижились. Почему не приживутся роботы, которые автоматизируют какие-то бытовые функции, следуя за потребителем, вполне могут прижиться. Только здесь возникает несколько проблем. Первая проблема – это юридическая, о которой, может быть, пользователи не особо задумываются при покупке таких устройств. Это обработка данных о пользовательском поведении. То есть, по сути, робот вовлекается полностью в жизнь человека и исследует вместе с владельцем этого робота. А владелец – это как бы собственник, не совсем этот человек, не совсем покупатель этого робота все-таки. Данные будет агрегировать, обрабатывать компания, разрабатывающая этого робота и оказывающая техническую поддержку этому роботу. Соответственно, все данные о пользовательском поведении, расположении предметов, мебели, о том, во сколько человек приходит домой, что он делает, какие у него потребности есть в быту, они будут передаваться в глобальную корпорацию. То есть, тут вопрос как бы трансграничной передачи данных возникнет, если речь идет про Apple. Да и вообще, в целом, готовность людей делиться настолько подробно своим бытом с компанией. Понятно, что это не проблема умного дома. То есть, в Штатах был прецедент такой печальный, когда компания, которая обслуживала умные дома технически, она обанкротилась, и в итоге все эти умные дома стали непригодны для жизни. Здесь-то риски меньше в этой части, да, то есть робот просто прекратит работать, но сам факт того, что данные настолько подробно о нашей жизни могут передаваться кому-то, это, мне кажется, большой риск. И тут компания должна обеспечивать какие-то дополнительные гарантии того, что она как-то анонимизирует эти данные, обрабатывает исключительно в целях формирования потребительских предложений, исключительно в целях технической поддержки. Но, опять же, это вопрос к разработчику, насколько он сможет предоставить такие гарантии, потому что его-то интересуют все подробности человеческой жизни. Я, наверное, немножко поспорю с Аленой, потому что, на мой взгляд, роботы, конечно, да, могут собрать несколько больше информации в силу своей подвижности, а с другой стороны, такого же шпиона мы с собой носим в кармане в виде айфона, который и трекает, и слушает, и фоткает. И, в общем-то, если мог поделать ручки-ножки, в общем, получится в некоторой степени робот, если в дальнейшем он будет каким-то образом управляться и нести полезный функционал. Ну, в любом случае, все такие большие производители тяготеют действительно создавать собственные экосистемы. И если ее будет строить Apple, на мой взгляд, у нее будет одно полезное качество, она будет в достаточной степени закрыта и безопасна с точки зрения информационной безопасности, хотя персональные данные действительно будут улетать куда-то в облако и, скорее всего, за рубеж. Другое негативное свойство, к ней нельзя будет ничего сделать сторонним разработчикам, наверное, как и сейчас, когда есть возможные ограничения, и вроде бы казалось полезные функции, полезные устройства внутри дома, если они не будут относиться к Apple, к системе, наверняка возникнут проблемы их подключения. И тогда это будет такой, знаете, скажем так, в некой степени рабства. То есть ты, конечно, здорово, ты в экосистеме Apple, но ты должен покупать тогда продукцию Apple, или авторизованных, сертифицированных, таких же безопасных, защищенных, дизайнерских, выверенных и правильно кошерных устройств, которыми ты должен заполнять свой дом. И одномоментно, если у тебя когда-нибудь сочтут тебя недостаточно или какие-либо политические возникнут проблемы, то просто это одномоментно все это превратится в набор пластика, микросхему, железа, может быть, хотя вряд ли железа там будет много. Что-то такое экологически полезное, но в то же время малофункциональное устройство. Поэтому да, думаю, это все наше будущее настоящее, все будут строить роботов, все будут строить роботов. Но я бы подумал, что имеет ли смысл вот именно в первую очередь обращать внимание на Apple, может быть, что-то более открытое. Подумал на эту тему, как вы говорите, закрытости экосистемы, ее ограниченности. В целом это, наверное, даже хорошо, потому что вот по опыту, по практике сначала же, то есть корпорации показывают какой-то продукт, ну вот как было с умным домом, там от Google, а потом также от Apple появился, умные колонки. А потом все эти вещи воспроизводятся уже в сообществе, там, ну, в community open source, которые там, ну, уже видя примеры, как это работает, по какому пути следует, как-то это все воспроизводят. И в таком случае мы там в конечном итоге можем получить, ну, некие автономные системы, которые уже будут гораздо интереснее пользователям вот с точки зрения их использования. В этом, кажется, как бы тоже есть такой полезный бонус от того, что Apple начнет этот процесс. Наша следующая новость. Amazon объявил, что откажется от технологии Just Lookout. Компания объяснила, что реконструирует магазины без касс, где использовалась такая система. Вместо этого Amazon переключится на умные тележки. Насколько известно, в таких магазинах, неважно, с кассами или с умными тележками, в любом случае используется в виде наблюдения, а зачастую со сбором биометрии. Неужели общая экономическая целесообразность отказа от привычных магазинов превышает риски нарушения информационной безопасности? И вообще, ну, предпочли бы вы инновационный магазин обычному? Мне кажется, в некоторой степени это неизбежное влияние времени. Вот. Не случайно от бигдаты ожидают такого некого революционного исполнения, когда количество собранной информации о людях перерастет в некое качество. Мне кажется, в e-commerce и в здравоохранении это два таких прорывных направления, где будут иметь, наверное, максимальный визуальный и действительно полезный эффект для инфраструктуры, для самих людей. Вот. Я, например, в достаточной степени могу себе представить магазин, в котором вы приходите, вас узнают, для вас персонально готовятся определенные предпочтения, что вы любите, про вас знают, что вы предпочитаете. Вот. Причем даже это можно продать пользователю под видом не просто предпочтений, а того, что для него полезно. То есть можно сказать, что для вас мы рекомендуем вот такие-то продукты в таком-то количестве, вот, потому что сахар, потому что там еще что-то, и вот какие-то халфи туда будут добавлены элементы, и пользователь будет очень благодаем, наверное, за такую дополнительную консультацию. Хотя насторожится, наверное, потому что все-таки про него начинают очень много знать, и в счастье здоровья тоже. Потом для него точно так же могут формировать индивидуальное предложение в виде цены. То есть идешь по магазину, там, когда твое внимание привлекает ценник товара, которым ты покупаешь регулярно, для тебя он будет дешевле, чем для другого пользователя. Вот элементы такого индивидуального маркетинга, индивидуального таргетирования на пользователя, на мой взгляд, вот просто находятся на кончиках пальцев и будут применяться в ближайшее время e-commerce провайдерами или e-commerce с широкими сетками продаж для того, чтобы увеличить, во-первых, коммерцию, во-вторых, сделать свое предложение максимально привлекательным. Так что мне кажется, это такой прям тренд горячий, прям как пирожок, вот прям здесь, сейчас или скоро, или скоро, очень скоро. Я бы тут продолжила слова Андрея. Я очень согласна с тем, что могут рекомендовать полезное питание или питание по предпочтениям именно покупателя. И даже сейчас я изучала приложения в сфере обеспечения здорового питания, ЗОЖ, и вот эти приложения, ротработчики, они уже внедряют в них искусственный интеллект, то есть ты просто наводишь на свой обед камеру, и он показывает, в каких количествах, сколько калорий подходит тебе, а вот если подходит, то можешь заказать в таком-то магазине, например, да, или сформулировать там свой план питания. И мне кажется, что это тоже будет как-то развиваться совместно с этим трендом. Мне кажется, да, как Андрей уже сказал, у него есть будущее определённое, как бы сначала у нас были кассы с кассирами, потом появились кассы самообслуживания, а теперь у нас как бы и самообслуживаться не надо будет, да, просто заходишь с этой тележкой, собираешь, и всё тебе рассказывают про тебя. Очень легко. А я себе сразу представил, ну, добавление слов Андрея, ну, это идеальный вариант, да, когда тележки знают, что мы хотим. Вариант, как это будет на самом деле, когда мы будем ходить по этому магазину, там к нам будет подъезжать тележка такая, вам что-нибудь подсказать? Кофе-печенье по акции не желаете? А я сразу представляю себе хакеров, которые начинают таким образом этим манипулировать, то есть покупаешь только не тот кофе, который ты любишь, а тот, который там в определенной степени рекомендованы. И так эти товары выйдут в нашу жизнь. Ну, научимся жить в новой реальности, приспособимся к новым условиям, изобретём защитные механизмы, опять-таки, определённые. Будем учить детей относиться более скептически к тому, что предлагается как-то больше разбираться в этом будем, более атишной будем. Кстати говоря, в 20-м году я посмотрела «Азбука вкуса» вместе с «Азбером» открыла магазин «Бисказ» в Москве, в «Москва-сити». В 22-м году присоединился «Вкусвилл». Ну, в общем, как будто бы нас уже это ждёт в ближайшем, возможно, будущем. Ну, насчёт, конечно, тележек и предложений от них товаров по акции пока не знаю, но кто знает, кто знает, будем опять же наблюдать. Но меня немножко пугает, честно говоря, что мне будет тележка запрещать брать мой любимый лимонад. По рукам бить будет, ну, врезаться в темп. Робот пойдёт, который так по рукам достучит, скажет, что дай ей вещь. А, да. Ирония в чистом виде. Сначала тебе тележка запрещает, потом ты приходишь домой, а там робот, ну, осуждающий смотрит. От компании. Да, да. Наша следующая новость не такая позитивная, как кажется, на первый взгляд. Ну, сейчас обсудим. Регистратура национального домена Индии точка ИН объявила о введении новых правил, которые выглядят направлены на борьбу с конфиденциальностью регистрантов. Чем могла руководствоваться регистратура национального домена Индии? Ведь выглядит так, вот они упорно пилят сук, на котором сидят. Так может показаться. На самом деле, есть в этом определённые резоны, и всегда кто-то является, скажем так, более строгим, а кто-то открывает такую некую гавань для более лёгких регистраций доменов. На самом деле, я так понимаю, что это требования и, скажем так, движение в сторону информационной безопасности. То есть они хотят более чётко представлять себе, кто и зачем регистрирует тот или иной домен, и как он дальше используется. Потому что у меня иногда, на самом деле, возникают подобные же вопросы, когда я вижу, допустим, появление большого количества фишинговых доменов. Когда, например, тот же самый Type Squatting, неправильное написание правильного домена регистрируется в больших количествах, мне хочется сказать, ну, на этапе регистрации это же видно в какой-то степени. Роботы должны быть, которые видят того, что домен предполагается использовать, наверное, в неправильных целях, особенно если его регистрируют неправообладатели на этого домена. Может быть, попытка в Индии завернуть эти гайки как раз направлена на то, чтобы сделать более строгие правила для регистрации и посмотреть, какой будет от этого эффект. Может быть, действительно, их зона будет более безопасной, тогда более доверенной. Может быть, они в эту сторону стремятся. Либо они подсмотрели нашу российскую отечественную судебную практику, потому что Верховный суд считает, что те же почты — это не персональные данные, и, в общем-то, привязывать к субъекту, что почту, что какой-то домен, в общем, это не имеет смысла, это просто какие-то технические сведения, и можно создать кучу почт одного субъекта. В общем, зачем это контролировать? Только в связке с какими-то другими данными. И, возможно, здесь Индия тоже пошла по этому пути. С одной стороны, как Андрей сказал, может быть, посмотреть, как такое облегчение отразит на регистрации дальнейшей, сколько будет каких-то неправомерных созданий и регистраций, либо же это просто действительно развивает такую свободную зону. Это вопрос политики. Я вообще посмотрел историю взаимоотношений индийского общества со своими регистраторами доменных имен. На самом деле там прослеживается тренд. В 2021 году национальный регистратор доменных имен в Индии запретил жителю Индии иметь более двух доменов. Потом в 2022 году запретили в принципе аукционы и любые продажи доменов, значительно превышающие стоимость. Ну, там вполне условия были описаны, что это значит. И этот шаг, он просто похож больше на продолжение вот этой политики, то есть, ну, ограничение вообще бизнеса с доменными именами. То есть, теперь получается, мы запретили пользователям регистрировать более двух доменных имен, а потом подумали, а как бы нам теперь проверить, что неправда больше двух не имеют, потому что, в принципе-то, зарегистрировать может каждый и там на любое имя, если это не проверять. Тут, наверное, надо думать, почему тогда Индия хочет приостановить внутри страны вот этот вот бизнес, именно доменный. И тут, да, тут на самом деле практика, она очень похожа на нашей общесудебной системы, которая, в принципе, говорит о том, что доменные имена, они у нас же вроде как не являются, ну, в судебной практике они почему-то не являются собственностью. По большей части судебных дел, ну, там даже наследственных дел, не считается, что это, ну, являлась какой-то собственность человека, который им владел, да. Хотя при этом получается очень странно, одновременно он имеет некую материальную ценность, ну, у нас есть аукционы, у нас есть домены, которые обладают определенной стоимостью, то есть, ну, и у них, как бы, стоимость, получается, есть, то есть, это как такое, ну, даже имущество. Но вот, вот тут вот у нас есть некая коллизия в этом плане, получается, а Индия как будто бы идет по пути разрешения этой коллизии, ну, в одну понятную сторону, да, то есть прекращение этого пути. И здесь, ну, там надо понимать, зачем правительство Индии именно с национальным доменом такое делает. Может быть, они, ну, они, опять же, они же, наверное, не испытывают количество, проблем с количеством подключений. При таком количестве населения у них, ну, я думаю, все равно количество регистраций будет, ну, на высоком уровне, и все равно, как бы, финансово они свою зону обеспечат на самом высоком уровне. Поэтому, может быть, поэтому они в эту сторону идут. Последняя наша новость. Высшая школа экономики запустила конкурс решений, применяющий технологии искусственного интеллекта при подготовке дипломов. Задача конкурса — оценить мастерство использования студентами инструментов искусственного интеллекта для решения сложных задач при написании дипломных работ, защищаемых в 2024 году. При этом также под такие инструменты попадают и генеративные искусственные интеллекты. Один мой начальник часто использовал выражение «если не можешь предотвратить безобразие, нужно его возглавить». Такая локальная инициатива может дать глобальные результаты без поддержки других вузов или даже школ? Конечно, вообще инициатива прям прекрасная и прям необходимая. Проблема есть с тем, что студенты для написания пользуются ИИ. Раз мы официально признали, что она есть, и официально эту проблему видим, ну давайте ее как-то решать. Значит, надо, чтобы оценивать уже написание дипломных работ с условием того, что студент пользуется искусственным интеллектом. Мы это условие ставим во главе, то есть, ну, хотите пользоваться, хотите нет, но проверять мы у вас теперь будем, но тогда на уровень выше, чем проверяли раньше. Конкурс работы – это, ну, как, это такой, наверное, первый шаг просто на этом пути, потому что, ну, когда не очень понимаешь, как это, правда, принимать, какая должна быть практика и как оценивать, то как будто бы звучит, давайте хотя бы какой-то ориентир получим на первом этапе. Поэтому, ну, мне кажется, вообще это прям, ну, необходимо, и хорошо бы, чтобы все вузы начали эту практику как-то оценивать. Вообще у нас искусственный интеллект даже преподаватели стали тестировать, да, то есть на юридическом факультете у нас пишутся статьи научные с применением искусственного интеллекта, причем, конечно же, даются ссылки на эти разделы, да, что раздел там сформирован, написан с использованием искусственного интеллекта. А если говорить про конкурс работ и в целом про проверку работ студентов, не преподавателей, то здесь важно отметить, что искусственный интеллект может использоваться для разных целей даже в рамках этих работ. Одно дело — это сформировать хорошо список источников, да, то есть буквально ты даешь задание искусственного интеллекта, сгенерируем список источников по такому-то ГАСТу. Вот, это хорошее применение, да, техническое и значительно упрощающее вообще научную деятельность. Другое дело, когда, ну, вероятно, в рамках конкурса именно этим будут заниматься, когда целые блоки работы пишут с помощью искусственного интеллекта и не просто переводят, да, творчески какие-то иностранные источники, а именно генерируют что-то новое. И здесь я подсветила такую проблему, опять же, информационной безопасности, да, если в работу закладываются какие-то статистические данные, может быть, какие-то результаты интервьюирования, какие-то, в том числе, да, персональные данные каких-то авторов, исследователей, участников опросов, то здесь нужно быть довольно аккуратным, да, просто рекомендовать студентам использовать, там, допустим, отечественные, опять же, ресурсы искусственного интеллекта, да, там, от Яндекса, от Сбера, например, вот, не прибегая к тому же чат GPT. Вот, я думаю, такие ограничения или, ну, рекомендации должны быть выставлены студентам, и должно быть разъяснение того, какую информацию они вгоняют в этот искусственный интеллект, и что опасно, а что, наоборот, полезно. Я, наверное, соглашусь, что, в принципе, сами по себе скиллы, умения работать с искусственным интеллектом являются, безусловно, важными и современными, потому что, ну, не секрет, что иногда люди затрудняются правильно использовать поисковую систему, обычную поисковую систему. А с искусственным интеллектом тоже надо учиться, надо уметь правильно с ним общаться, правильно формулировать свой запрос для того, чтобы получить правильный ответ, для того, чтобы его можно было в дальнейшем использовать в работе. То есть это отдельная, обучаемая, скажем так, опция, тренируемая опция, которая, наверное, должна войти в образование, ну, не в качестве отдельного предмета, но в качестве, наверное, отдельно развиваемого, скажем так, скилла. Вот, и хорошо, что это понимается, хорошо, что это тестируется, хорошо, что это продвигается, и я думаю, что это только на пользу будет. Но опять-таки я соглашусь с Аленой, здесь надо полагаться на отечественные инструментарии с точки зрения безопасности, с точки зрения информационной гигиены. На самом деле, хотела отметить, вот у нас недавно прошел специальный курс для молодежи в рамках Российского форума по управлению интернетом, и я обратила внимание, что ребята, студенты, снова воспринимают системы с искусственным интеллектом, как исключительно системы генеративного искусственного интеллекта. Как будто бы не рассматриваются вопросы классификации, прогнозирования, либо это уже само собой разумеющееся применение систем с искусственным интеллектом, либо, не знаю, с чем другим это может быть связано, но такая интересная тенденция, и это уже второй поток, курс после летней школы, когда ребята исключительно говорят про различные чаты, GPT, Яндекс.GPT и так далее, и при этом выпускают из вида другие инструменты. Причем, как я правильно понимаю, как я понимаю, правильно надеюсь, Высшая школа экономики ожидает от студентов в их работах описание методики различных вариантов применения, не только написание текста с помощью генеративного ИИ, но и какие-то отдельные применения, в том числе и обоснованность этого применения для какой-то задачи. Эти навыки будут востребованы и применимы в дальнейшем в их работе. Вот практически уверен, что эти навыки будут практически использоваться и дальше. Вчерашние студенты, они же сегодняшние преподаватели, то есть начинаются с того, что они участвуют в этих конкурсах, а сегодня они уже с этими знаниями, какими-то уже придуманными методиками, подходами, они уже подходят к образованию в этом процессе. То есть, ну, еще одно явное преимущество. Надеюсь, что эта инициатива будет поддержана другими вузами, и мы скоро уже увидим какие-то отдельные предметы. И как мы один раз обсуждали, даже, может быть, на дисциплинах ОБЖ школьники начнут использовать искусственный интеллект и уметь с ним правильно, как с ним правильно обращаться. Большое спасибо за дискуссию. С полным текстом этих и других новостей можно ознакомиться в последнем дайджесте на канале управления интернета. До новых выпусков! Субтитры подогнал «Симон»!